Аллилуйя 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 Мы самые счастливые люди Мы самые счастливые люди Если ты самый счастливый человек, не делай несчастное лицо Если кому-то плохо, поверни, скажи Даже если умрешь, все равно будет хорошо Братья и сестры, ну, мы все же споем Пойдем на небеса, ради вечности Как только от смерти заходит траурный такой Вам надо менять отношение к смерти Это не венки Это не траурный дом Это не прощальный дом Это не гроб Это для неверующих Для нас это ангелы, вознесение Это судьба Еноха Это судьба Ильи Это восхищение церкви Это грандиозное событие Это когда мы будем Это даже не выход из Израиля из Египта Это гораздо круче чудеса и знамения, чем выход из Израиля из Египта Представляешь, церковь поднимается Ты представь, ты вот стоишь и поднимаешься И для этого ничего не делаешь Чтобы подняться Потому что не своей силой поднимешься Но чтобы подняться Надо делать то, что Я тебе скажу И ты поднимешься Потому что Иисус сказал Где я буду Там и вы Ученики мои И не переживайте Лучше для вас, чтобы я пошел Во-первых, Дух Святой придет А во-вторых, я пойду вам место приготовлю Для вас Где Тупик будет спать Где будет Саша спать Не переживай, Саша Ты Наташу узнаешь На небе Узнаешь Мы узнаем друг друга Друзья, все хорошо Все хорошо Скажи, все хорошо Дорис, молодец Садитесь, пожалуйста Я хочу С вами пообщаться Можно? Мы уже два служения Среду, воскресенье Мы тут чего не творили Сегодня хочу немножко Понимаете? Мы говорим о разумении И Господь Иисус сказал Петру Петр Я дам тебе ключи Да? И Что свяжешь на земле То будет связано на небесах Дает ключи Царства Божьего Ключи Это разумение Когда у тебя есть ключ Двери открываются Когда у тебя нет ключа Ты не можешь открыть двери Аминь И для Разных дверей Есть разные ключи Аминь Вот Не все ключи Ключи подходят Все двери Нет универсального ключа Дай мне Универсальный ключ Да Чтобы Я Мог открывать все двери Да Какие я хочу открыть И Тогда Понимаете Ты открыл бы любую дверь И банк зашел бы И к соседу И еще в сейф Потому что искушение У тебя есть все ключи Вот То же самое друзья Братья и сестры Есть Ключи К процветанию Ключи К богатству Ключи к святости Ключи к вечности Ключи К помазанию Надо разуметь Надо говорить Господь Я хочу разуметь Да Я хочу иметь разумение Потому что там где разумение Там торжество Почему у тебя нет Просветания Вот почему то вот В медицине Чтобы Стать хорошим доктором Надо уразуметь Да Вот Свою специальность Уразуметь Да Если хочешь быть хирургом Это другое уразумение Если хочешь быть зубным техником Другое уразумение Амин Хирург там Который оперирует Не может импланты ставить Тот, который ставит импланты Да Не может быть там Неврологом Нейрологом Еще кем-то Поэтому там учатся Есть разные Специальности И бог нам дает Эти все Многогранные Откровения Все эти разумения Чтобы мы это все Что? Взяли У тебя ключ есть? Если ты не возьмешь Понимаешь или нет Этот ключ Не Вложишь в эту скважину Дверь не откроется Ключ есть Вот Разумение есть Бог дает И Столько откровений Тебе надо взять это И использовать в своей жизни И открывать эти разные двери Амин Чтобы ты имел благословение от Бога А так мы Мы хотим Чтобы все в нашей жизни Произошло автоматически Я хочу Учитель скажи Где же ключи Да? Где же ключи Учитель скажи Вот И вот я хочу на эту тему Чуть-чуть Поговорить с вами Ефесянам Именно вот Это так сильно Третья глава Паше 14 по 21 стих написано Для этого Смотрите Я Говорит Преклоняю Колено Мои Пред Отцом Господа Нашего Иисуса Христа От Которого Ими именуется Всякое Отечество Вообще сильно Да? Как в вчерашнем контексте И на небесах И на земле Вообще сильно О Бог мой Слава тебе Да даст вам По богатству Славы Своей Крепко утвердиться Духом Его Во внутреннем человеке Верую вселиться Христу В сердца ваши Чтобы вы Укорененные И утвержденные В любви Могли Что? Постигнуть Со всеми святыми Что широта Что долгота Что Глубина Что высота Я бы добавил бы Еще красоту Вообще Мне нравится это слово В этом списке И красота Да? И уразуметь Превосходную Разумение Любовь Христову Дабы вам Исполниться Всею Полнотою Божию А тому Кто действующий В нас Славой Может сделать Несравненно Больше всего Чего мы просим Или о чем Помышляем Тому слава В церкви Во Христе Иисусе Во все роды И от века До века Аминь Вообще Такое потрясающее место Здесь столько Глубоких откровений Если вы хотите Вот В развернутом варианте Услышать об этом Добро пожаловать в библейскую школу Мы там Очень четко Будем говорить Но я хочу Здесь говорить Смотрите это все взаимосвязано Речь идет о любви Речь идет о Христе Речь идет о Духе Святом Речь идет о Боге Отце Вы понимаете И здесь в сердцевине любовь Да? И вот говорит Есть Такое понятие Как любовь Которая Превосходит Разумение Насколько Бог нас любит Что даже если Говорит Ты не разумеешь Знаешь как там Любовь подскажет Да? Как там Любовь подскажет Как эта песня Любовь направит Как там Любовь подскажет Любовь направит Любовь Она всегда подсказывает Если даже ты не знаешь А тем более Божья любовь Она сверхъестественная Я в своей жизни Реально Много чего не понимал И сейчас Много чего не понимаю Но До этого я шел Благодаря Божьей любви ко мне И я молился Чтобы его любовь Она изливалась Мое сердце Духом Святым Потому что Божья любовь Она всегда защищала Всегда давала Что знания Всегда Приносила Понимание Потому что В Библии написано Любящим Бога Дается знание От него И так Говорит Когда у вас есть Это Превосходящая Любовь Разумение Вот Эту любовь Надо уразуметь Но все равно Надо уразуметь Господь Это Это то что А там в другом месте Написано что Это Превыше нашего Ума Превыше Нашего Понимания Понимаете Это не может Входить Вот В наш Человеческий Разум Божья любовь Не объяснишь Никак Но Бог Есть любовь Да И наша задача Наполнить С этой полнотою Чтобы не было Никакого Недостатка И так В центре нашей жизни Должна быть что? Любовь Потому что Все что без любви Что? Оно проклято И оно обречено Что такое религия? Религия Это когда Ты делаешь И делаешь что-то без любви Поешь без любви Проповедуешь без любви Ты выступаешь перед людьми Без любви Ты проповедуешь Но людей не любишь Народ не любишь Кому проповедуешь Молишься без любви Молишься Богу Без любви Вы понимаете Жертвуешь без любви Понимаешь Служишь без любви Все И мы когда наполняемся Любовью Избиток Да В нашем сердце Она что? Переливается Через глаза Через уши Согласитесь Когда Ты хочешь кому-то Даже делать Замечание Кого ненавидишь По-другому делаешь Замечание А кого любишь То же самое Замечание Делаешь по-другому Совершенно По-другому И настроение И атмосфера И слова И все Вот и отдача Аминь Поэтому мы Должны проверить Свои сердца Именно Любовь Настоящая Божья Принесет Уразумение Вот Эти ключи нам Нам Даст эти ключи Но Чтобы мы Уразумели Эту любовь Это важно И надо Говорить Господь Дай мне эту любовь Все без Бога Бог есть источник любви Итак Христос Римлянам Пятая глава Восьмом стихе говорит Христос Свою любовь К нам доказал тем Что отдал себя За нас Аминь То есть это отдача Мы любовь Думаем что Это где-то там Знаете Ну Сантименты Еще что-то Это тоже есть Чувства Это тоже есть Это неплохо Романтика Это тоже есть Но когда Христос умирал Доказывал свою любовь Там не было ни романтики Ни чувствования Там просто была любовь Да Просто любовь Христа Он умирал за нас За тебя и за меня И Он Эту любовь доказал Итак Я хочу кое-что Объяснить вам Иоанна Третья глава Знакомое место Мы все знаем Наизуст Что Иоанн Иоанна Третья глава 16 стих Вы сейчас все будете читировать Наизуст Громко И скажите Я знаю это место Наизуст А пастор читает Да Я буду читать Я буду читать Потому что я не такой Эрудированный Как ты Мне нужна Библия Смотрите Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал Сына Своего Единородного Пошло свое время Международного Дабы Всякий верующий В Него не погиб Но имел жизнь вечную Аминь Что хочет любовь Чтобы мир был спасен Что хочет любовь Чтобы мир был спасен Живет ли в нас любовь Хотим ли мы чтобы мир был спасен Понимаешь Если ты спасен Это означает Кто-то очень сильно хотел Чтобы ты был спасен Потому что в ком-то была любовь Божья к тебе Именно это Божья любовь Она 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 двигала Содействовала Ходотайственной Молитве Проповеди Евангелия Чтобы тебе говорили о Христе Чтобы тебе говорили о Иисусе Вопрос Есть ли во мне Божья любовь Хочу лишь чтобы мои родственники были спасены Есть ли у меня любовь к моим родственникам Смотрите Смотрите Божья любовь Иисус Говорит Ибо так возлюбил Бог Это он о себе говорит И о Боге Что Бог мир Что отдал Сына Своего Единородного Дабы Всякий верующий Не погиб А имелщись вечную Если в нас живет Божья любовь И мы должны уразуметь эту превосходящую любовь разумения Вы здесь или нет? Мы должны познать эту любовь А как ты познаешь? Не абстрактно Аминь А конкретно Конкретные дела Что ты Бог отдал Сына Он свою любовь доказал Христос отдал Себя Он свою любовь доказал Чем может доказать церковь свою любовь к Богу И свою любовь к своей земле К своему народу К своему городу К Благовещенску К России К своей нации Как? Именно Точно так же Я хочу Чтобы они были спасены И я делаю то Что от меня зависит Бог сделал то Что от него зависит Христос сделал то Что от него зависит Что ты делаешь Что я делаю Что мы делаем Что церковь Христова Это ты и я Это и вахтер Это и повар Это и пастор Это и левит Это мы церковь Итак Могу ли я сказать Что реально Давайте будем честными Будем честными Могу ли я реально сказать Что я люблю людей Я люблю грешников Или я осуждаю Я осуждаю Этот грешный мир Я осуждаю Мы даже здесь В церкви Как в Библии написано Возлюби ближнего своего Как самого себя Нам трудно Даже в церкви Возлюбить Своего спасенного брата Или спасенную сестру У нас барьер Но в любви нет барьер Любовь разрушает все барьеры Знаете Люди Братья и сестры Мир Китайцы Англичане Европейцы Понимаете Те которые не понимают Твоего языка Язык любви все понимают По глазам можно видеть Любить человека Или нет Знаете Я в себе Очень много Обнаружил Да Проблем Гневом Злости Ненависти К тем Которые там Ну в миру Я ломал Я благодарен Богу Что Он меня направил Тренироваться Я заходил туда Первое время Просто Я так раздражался Первое время Когда люди Они не здоровались Не здоровались Мужики не здоровались В одной раздевальке не здоровались Мальчики заходят не здороваются Уходят не прощаются А это меня злило И это Думаю Что это такое И Бог начал работать надо мной А у тебя нет любви Ты должен любить их Ты должен идти навстречу сам Ты пастор Ты духовный человек В тебе живет Дух Святой Чтобы спасти их Надо их любить Если ты не можешь нормально поздороваться Как ты можешь их спасти Как ты можешь им проповедовать диван И как ты можешь им открыть и говорить о Христе Если у тебя стоит барьер приветствий А как ты можешь дальше говорить о каких-то ценностях Нравственности Морали Вечности Спасения О кресте Вы здесь в церкви или нет? Мы Без любви церковь превращается в дикаря Без любви церковь превращается в сектанство Без любви Понимаете ли? Потому что отсутствие любви Это человек закрывается Церковь закрывается Закапсулировались мы И мы должны уразуметь эту превосходящую разумение Любовь Которой мы можем иметь полноту Божью Почему я счастливый? Потому что я люблю Бога Я люблю вас всех Я люблю людей Я люблю мир Я захожу И люблю людей И мне наплевать Понимаете? Мне наплевать на их грехи Мне наплевать кто как Чего делает Это не моя задача Вникнуть Осуждать Клеймо ставит Крест ставит Спасет Не спасет Будет спасен Моя задача любить Вы здесь или нет? Не любить А любить Во имя Иисуса Христа И если мы здесь не достигнем этой любви в церкви Чтобы здесь была атмосфера любви Озеро любви Чтобы люди заходили сюда И в глазах вахтеров Видели не страх А любовь Потому что любви не страх Вы понимаете или нет? Чтобы хор стоял здесь Отсюда излучала любовь Чтобы видели Что этот хор любит Христа Эти музыканты любят Христа Эта церковь любит Христа Каждый брат Каждая сестра Вот эта любовь Она изливается Через глаза Вы здесь или нет? Ты же можешь понять по глазам Любит или не любит Тебе не надо брать ромашку Любит или не любит Тебе надо исполняться Духом Святым И посмотреть в глаза Когда внутри у меня что есть Как говорят зеркало души глаза Правильно? Если в этой душе есть любовь Аллалуя То в глазах будет любовь АПЛОЕД 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 И вот Мне Господь говорит Вчера Вчера Мы общались с моими друзьями Вот И и я сидел, говорю, ребята, только что Дух так сильно проговорил. Я говорю, те апостолы в 3 главе 1 стихе написано, Петр и Ян шли вместе. Петр и Ян шли вместе. Это так сильно, правда? Конечно, первое чудо, чтобы христиане шли вместе. Аллалуя. Амин. Не по тусовкам, а вместе, да? То есть Иисус посылал по двое. Понимаешь? Мы себе подбираем попутчика. Мы себе подбираем, спутника. Не то, что Господь нам говорит. Если бы Господь сказал тебе с кем-то идти проповедовать или спасать кого-то, однозначно не с тем, с кем ты сидишь сейчас рядом. Он даже в одну лодку понудил тех. Вообще, Петр просто сказал, я с этим Фомой никуда не поеду на этой лодке. У него постоянное негативное исповедание. Он постоянно плохо. Пойдем и умрем. Мы утонем сто процентов. Во имя Иисуса я не пойду. Я не пойду. Фома. А Фома. Я этим гордецем никуда пойду. Понимаешь? По дению пришествует гордость. Понимаешь ли? Петр гордец. А там сыны златы. Это революционеры. Это просто террористы. А они что-то посеяли в той жизни. Что посеять, то пождет. А они какую-то бомбу подложат лодку. Взарут бомбу. Понимаешь? Лодку. Я не пойду с стеновыми златы. А это налогоспорщик. А это брач. А это тот. А у него пальчики, когда буря начнется, что будет делать? Этот врач. Поэтому я не пойду. Мы там точно только. Вы понимаете? А Христос взял и понутил. Поэтому Христос взял и понутил тебя в одну библейскую школу, в одну церковную поколение и говорит, берите вёсла и гребите на тот берег во имя Иисуса. Хочешь спасти свою жизнь? Греби. Хочешь спасти жизнь ближнего? Греби. Учитель, скажи, где же ключи? А мы что делаем? Мы осуждаем мир. Мы осуждаем всех. Всех. Вот люди такие, неверующие такие. Та-та-та-та-та. Мы осуждаем здесь. Но смотрите, что говорит Писание. Господь Иисус говорит. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был через Него. Понимаешь? Бог нас послал не для того, чтобы судить кого-то. Сначала по внешности судим. Да? Параметры. Потом по разговору. Потом по душевности. И потом даём оценку. И вообще, типа, мы уже специалисты такие высокие. Всё. Бог его не хочет спасти. Я ему проповедовать не буду. Это, это, это просто вариантов нет. Всё. И уходим. Понимаете? Но, но, смотрите, 18 стих. верующий в Него не судится. Они верующие уже осуждены. Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Понимаешь? мы судим осужденных. Они уже осуждены за своё неверие. И наша задача иметь любовь к Божию, чтобы не судить их, а чтобы освободить их от неверия. чтобы их также спасти из скамьи подсудимого. Вот это есть церковь Христова. Вот почему Ефесянам Павел говорит в 3 главе, что вам необходимо чтобы вас Бог Отец Духом Святым чтобы утвердился в вашем внутреннем человеке. Чтобы Христос вселился в Библейской школе Христос когда вселяется он не бедный студент чтобы вселиться к нам с каким-то пончиком. Он богатый. Он благословенный. Он с избитком. У него жизнь. Но этот Христос еще вселяется в нас со своей божественной сверхъестественной любовью. И поэтому как узнать Христос во мне или не во мне если есть любовь к погибающему миру такая же как у Бога Отца такая же как у Иисуса Христа чтобы спасти их. Это означает живет Христос его 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 любовь его сострадание его желание его жертвенность его действование и я иду и спасаю этих неверующих из-за чего они уже осушены. Я не хочу чтобы они были осушены. Я не хочу чтобы они пошли в ад по имя Иисуса потому что это вечные муки. Это вечные муки. Я пойду и буду проповедовать Евангелие с великой любовью не с осуждением не с позиции гордости не с позиции высоты не с позиции обвинения но с позиции оправдания что когда-то я был на этой скамье подсудимого и Божья любовь через кого-то она пришла ко мне и встретилась со мною и я сегодня хожу в церковь я познал эту любовь я познал его славу поэтому я влюбился в него и я хочу еще больше еще сильнее еще сильнее потому что ты уже познал это благодарю благодаря Божьей любви то есть если ты любишь своего ребенка любишь своего ребенка ты же ты же делаешь все чтобы твой ребенок не был осужден за неверие ты же говоришь своему ребенку чтобы он был спасен понимаете это очень важный момент если я кого-то люблю я протягиваю руку спасение я не прохожу мимо я почему налево направо понимаете проповедую людям говорю о Христе у нас в тренажерном зале уже из одного конца на другом конце пастор так сказал пастор сказал это упражнение так делать все знают пастор 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 и когда недавно наша сестра пришла и она она пришла я за нее прямо в тренажерном зале взял за руку она говорит у меня проблема и она говорит дай руку я буду молиться и пока я молился Дух Святой сошел на того человека кто тренировал это ее вы здесь или нет я видел слезы в глазах тренера по имени Иисуса это и есть прикасновение когда ты любишь людей и не осуждаешь ты пропускаешь силу Святого Духа через себя на кого-то и Дух Святой будет обличать мир о грехе а не твои осуждения а не твои рассуждения а не твое представление а не наш ограниченный ум по имя Иисуса пора меняться и ломать все барьеры и все стены и когда внутри есть любовь нет никаких барьер как вам Иоанна 3.16 знали сколько лет и сколько лет она была закрыта от нас и почему она открылась из-за любви превосходящую разумение любовь это центральное откровение Евангелия это то что принесло тебе и мне спасение и принесет спасение Россия твоих близких родных пора ломать я люблю Христа я люблю людей совершенная любовь изгоняет страх буду ли я бояться или буду ли я боязливо проповедовать о Христе я проповедую человеку я его люблю как ты можешь говорить что-то человеку или я не говорю потому что испугался или стыдно ты любишь человека я его первый раз вижу и че и че ты любишь человека а? похож на тебя двук ноги? две руки? два глаза? о создан по образу подобию Божьему? а ты не знаешь его погрешно мне и не надо Бог знает он уже осущен за свое неверие и моя задача принести веру еще больше не был осущен во имя Иисуса чтобы дьявол оставил этого человека чтобы бесы оставили во имя Иисуса чтобы ад и смерть потеряли свою власть над этим человеком вот что думает Божья любовь учитель скажи где же хранятся ключи а? понимаете и так и так готовы услышать кое-что? я конечно это не о вас это о тех которые смотрят через онлайн и притом из других стран в России таких христиан нету кто стоит между любящим Богом и спасением мира фарисейская группа людей это что он меня имел ввиду? этот вопрос всегда задавали даже ученики Иисус это о нас или о них? и притом постоянно на каждом служении и так через тебя кто-то приходит к Богу через тебя кто-то спасается если да то у тебя есть любовь Божия если нет и так я дам следующую формулировку чтобы вы были освобождение от всякого ложного евангелизма евангелизм ты считаешь удачный если там где-то словил в подъезде покаял и человек прокопал без вести ты бы господ забрал его домой быстро поэтому я его больше не вижу евангелизм успешен если человек присоединился к телу Христову а если этого нет не было качественного покаяния не было обличения духом святым а покаяние было на уровне разума и с разума они из духа святого который дает покаяние на уровне сердца и так что такое покаяние многие из вас вы слышите сидящие в этом храме нуждаетесь покаянием потому что это попозже скажу не сегодня Петр и Аншли вместе день воскресли и был там девятый час и душа говорит знаешь кто такой Петр кто такой Иоанн и говорит Петр это смирение Иоанн это любовь когда смирение и любовь вместе и так формула чуда смирение плюс любовь равно чудо чудеса будут происходить там где есть любовь и самое величайшее чудо это чудо спасения и потом исцеление чудеса процветания благословения обновления знания это все продукт любви если не будет любви мы можем молиться до посынения без любви никакого чуда не будет мы уже молимся за эти записки не подключая сердце мы уже молимся а все должно исходить из сердца все что будет исходить из сердца это будет работать почему бог реагирует вы понимаете бога не проведешь почему бог приходит на мои молитвы я открываю на мои служения на моей проповеди потому что все что я говорю я говорю с любовью и сердце я отдаюсь полностью вы здесь или нет поэтому надо проверить ты любишь или нет если любовь или нет если есть любовь есть Христос если нет любви нет Христа я пережил бога помазание я настолько помазан я настолько наполн что дальше до следующего опустошения когда есть прикосновение есть присутствие Христа есть присутствие любви а когда есть любовь любовь она не бездействует любовь она действует в Библии написано что вера гала там 5 глава движима любовью я не слышу вас я хочу слышать вас типа у меня кризис веры у тебя не кризис веры у тебя кризис любви а Библия говорит любовь не перестает Это означает, если основание веры, любовь, любовь не перестает, и вера не перестает. Хорошо. Ты скажешь, я сделал одну попытку, человек не слушается. Твой ребенок не слушается, а ты его любишь. Не спасается. Будет ли одна попытка, чтобы спасти своего ребенка? Будешь ты молиться неделю, или будешь молиться даже, если потребуется, десятилетия. Сколько ты молишься за соседа? Сколько ты молишься за одногруппника? Сколько попыток ты сделал, чтобы спасти не коллегу, а коллегу? Вы слышите? Сколько? Итак, я хочу распрощаться с религиозной группировкой. Кто хочет там остаться? Поднимите руки. Никто. И откровение 2. Вы видите мою любовь к себе? В чем выражается? Я вас вытаскиваю из религиозной группировки. Протяните руку. Возьмите за мою руку. Смотрите, я как только сделал вот так, выпрыгивай вперед. Спасибо. Вас дайте. Слава Богу себе. Мы не умрем, но изменимся, чтобы возвещать дела Господни на этой земле, потому что Божья любовь изливается в наши сердца Духом Святым. Амин! 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 Ты понимаешь, пастырь, если я начну проповедовать людям о Христе, я потеряю клиентов. Ну, простите, я не должен был говорить это. Вырвалось просто. Простите, пожалуйста, простите, если кого-то обидел. Итак, кого мы любим больше? Христа или клиентуру? Кого любим больше? Христа или деньги? Кого любим больше? Людей или деньги? Итак, люди мне нужны как? Кто? Коровы. Я их вижу. Тогда ты чем отличаешься от водителя маршрутного такси? Лишь удивляемся, они спешат, поэтому в аварию попадают, потому что они уже не видят людей, они уже считают 15 рублей, 25, а сколько стоит маршрутное такси? 70? 38. Они уже не видят бабушку, они видят 38 рублей. Они уже не видят этих детей, видят 38 рублей. Мы такие же. Если вы такие, по какому праву мы осуждаем тех, которые такие же, как и мы? Итак, что я делаю вас? Я вас вытаскиваю из каме подсудимого. Алло. Я освобождаю вас. Я вас куда-то продвигаю. Я выдвигаю из мертвой точки твою веру, твою молитву, твое сердце по имени Иисуса. Вы открыли откровение в вторую главу? Итак, ангел у Ефесской церкви напиши так. Это Ефесская церковь, это в Турции находится. Вот. Знаю дела твои, труд твой, все знаю. Бог говорит, можешь там спасти, это, сносить развратных, да, и испытал тех, которые называют себя апостолами. То есть, представляешь, какая крутая церковь, испытали апостолов, а они не таковы, то есть, вычислили даже апостолов. И нашел, что они лжицы. ты много переносил, имеешь терпение, для имени моего трудился, все здорово, и не изнемогал, и, и, и что? И не изнемогал. То есть, не уставал просто, неугомонный, короче, трудился. Ну, говорит, говорит, но, 4 стих, имею против тебя то, что ты оставил, где клавишник. Ты, говорит, оставил первую любовь. Твою. Итак, вспомни вот эту первую любовь, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. Вы раньше же творил прежние дела, твори, любил, по любви ходил в церковь. Когда ты ходил в церковь, по любви церковь же была идеальная. Алло? Была идеальная или нет? Когда ты ходил по любви церковь, здесь, вау, рай. А когда любовь ушла, что превратилось в глазах твоих церковь? Во что? Пастор в глазах твоих во что превратился? Ближний в глазах твоих во что превратился? Когда была любовь? Ой, здесь одни ангелы, здесь только любви. И ты ходил людям к мирянам, потому что любовь была в твоем сердце и спасал. Пойдем ко Христу, пойдем к Богу. Я нашел Мессию, я нашел настоящую церковь, я нашел настоящих верующих, я нашел Бога, я нашел Иисуса, пойдем. Ты проповедовал. И ты не испугался мнения родственников, ты творил дела. И Бог говорит, почему перестал делать дела? Потому что потерял первую любовь. Уже сюда, не то, что ты мир, ты мир уже осудил, ты уже на мирян поставил крест и начинаешь уже то же самое делать в церкви. Твое отношение к миру, ты там уже разобрался, ты уже решил, а не достойнее ада. Но ты не всегда был спасен. Ты тоже шел в ад. И кто-то не поставил на тебя крест. И кто-то молился с любовью и доносил с терпением Слово Божие, Евангелие, Благую Весть. Все, что не по любви, это грех. Все, что не по вере, это грех. Все, что не по любви, это проклято и обречено. Все, что не по любви, это религия. Религия, она проклята в глазах Бога. Религия направляет людей больше в ад, чем любой грех, чем любая война. Религия. И вот проблема мира это проблема церкви, а не проблема Бога и не проблема мирян. И проблема в городе, в стране это проблема, что церковь перестала спасать. Мы вращаем все вокруг себя. Бог так возлюбил этот мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Потому что сын пришел не судить этот мир, а спасти. Этот мир уже осужен за свое неверие, уже получил приговор, уже достоин вечного наказания в ад. Что делает церковь Христа? Христос сказал, когда придет Дух Святой, Он напомнит все о том, что я делал, что я говорил. Обличить мир о грехе, но не осудить. Осудить дьявола, осудить грех, осудить проклятие, но не людей. И поэтому сегодня, когда любовь охладевает, охладевает твое отношение к Богу, к Библии, к людям, к церкви, к служениям, к молитвам, к репетициям, ко всему, и мало помалу. А когда в любви нет, Библия говорит, ты медь, звенящий, ты пустой звук. Поэтому говори людям Евангелие без любви, это пустой звук. Миряны, смотря телепередачи, они через экран понимали, кто любит, кто не любит. Кто настоящий, кто фальшивый, миряны, потому что это видно. Но когда ты идешь к ним с любящим сердцем, и из твоих глаз излучается любовь Божия, и ты говоришь с ними языком любви, Дух Святой будет течь. Дух Святой будет обличать. И люди будут обращаться к Богу. Люди будут тянуться к этой атмосфере. Людям нужна атмосфера. Их надоела дурная атмосфера, дурное окружение, но они не знают, куда идти. Церковь превращилась, превратилась в сектанство, и они правы, что вы сектанты. Потому что вы закрылись для них. Твой сосед не знает уже 15 лет, что ты ходишь в церковь. На работе уже 20 лет не знают, что ты член церкви новое поколение. А какой может быть речь о любви, о христианстве, о вере? Поэтому Бог говорит, ты можешь много делать. Бега, в церковь, здесь там пилисосить, кафедру чистить, микрофон бросать в руки, жаришь, варишь, моешь, убираешь, вахтеришь, а любви нет. Не делаешь любовь, проповедуешь без любви, слушаешь без любви, свидетельешь без любви. говорит, я имею нечто против тебя. Ефесская церковь была большая, 30 тысяч. Все она разрушилась из-за того, что они потеряли первую любовь. Бог говорит, покайся, если не покаешься, говорит, я приду, сдвину твой светильник, если не вернешь первую любовь. Знаете, когда Бог сдвигает светильник, это страшно, это сдвиг по фазе, это заблуждение, это ты вне покровительства, вне Божьих благословений. Понимаешь, когда почему ты озлоблен, потому что нет любви? Почему нет доброты, потому что нет любви? Почему несчастное лицо, потому что нет любви? ну трудно любить несовершенного человека, вокруг сплошное зло, хорошо, допустим, все, твоими словами безнадежность, но можно же любить Бога, хорошо, ты не знаешь этого Бога, прийти, скажи, я хочу познать твою любовь, начинай, пока не восстановишь вертикальную любовь, как Господь сказал, возлюби Господа Бога твоего, от всего сердца, всей душою, всей крепостью, всем разумением, всей силою, и ближнего своего, и ближнего своего, как самого себя, это есть весь закон и пророки, ты можешь искать различные знания, быть глубоко в теологических дискуссиях, но нет любви, никто, ничто, медзинящее, где людям говоришь, это как горох об стенку, будет работать все, что сеется с любовью, поэтому нам надо каяться за то, что мы оставили, потеряли первую любовь по дороге, я сдвину святильник твой с места, если ты не покаешься, если ты не восстановишь первую любовь в своем сердце, и не начнешь творить прежние дела, был безумный Христа ради, Христа ради, надо ломать религиозную скорлупу в своем сознании, и не прятать свою голову в песок, как страус, типа я не вижу людей, которые нуждаются в спасении, типа я не вижу проблему мира, моя хата с краю, знаешь, ты никогда, никогда не решишь свою проблему, и не разрушишь свой заколдованный круг, пока не начнешь проповедовать Евангелие любви, Евангелие любви, любовь Божия, изливается в наши сердца Духом Святым. Если нет любви, лучше не делай, потому что это религия. Что такое религия? Это отсутствие любви. Отсутствие любви. Я могу петь песни красиво, но без любви к Богу, к людям, к этой песне, к этому припеву, к этой музыке, все, что угодно. Я везде вишу расчет. В любви нет расчета. Любовь отдает, любовь жертвует, любовь делает, любовь продолжает делать. вот почему важно, чтобы Христос вселился в наши сердца. Вот почему важно, чтобы Он утвердился Духом Святым в нашем внутреннем человеке. Можно любить, как Христос? Можно. Можно любить, как Бог? Можно. Из-за Духа Святого. Поэтому я хочу, чтобы первое мы покаялись искренне. Может, сейчас ты не станешь каяться. Покаяние, покаяние это не просто прости меня. Покаяние это рядать перед Богом. Молись, чтобы Дух Святой дал откровение об этом слове. Чтобы Дух Святой дал тебе обличение о отсутствии любви. Это ты можешь сейчас дома, это ты можешь сейчас где угодно. Я не знаю, когда Дух Святой придет и обличит, когда это слово догонит тебя. Я не знаю, но оно догонит. И мы изменимся, мы не умрем. И второе, проси, чтобы Бог дал откровение о любви. Чтобы любовь Божия излилась в твое сердце. Господи, я славлю тебя. Господи, я поклоняюсь тебе. Я благодарен тебе за твое святое присутствие. Я благодарен тебе за твою любовь ко мне. Господи, я когда-то был в миру. Я когда-то был язычником. Но твоя любовь, она спасла меня. Твоя любовь, она нашла меня. Твоя любовь, она коснулась меня. Твоя любовь, она пригвоздила к полу. Твоя любовь, она шевелила моими устами. Твоя любовь, Господь, она коснулась моего сердца. Твоя любовь, она взяла плен меня. Я благодарен, что я в плену твоей любви. Я прошу тебя, посети нас своей любовью, обличи, обличи о отсутствии любви, обличи тех людей, которые оставили первую любовь. Пусть покается Дух Святой, принеси это обличение. Пусть придет восстановление прежних тел, прежней ревности по Богу, по Церкви, по Дому Божьему, по спасению людей, по служению, по Библии, во имя Иисуса. Я славлю тебя, Иисус. Излей свою любовь в каждое сердце. Господи, кто не познал Твою любовь, пусть познает. Господи, пусть придет обновление Твоей любви каждое сердце на новом уровне, на зрелом уровне Твоя божественная любовь с неба. Я славлю тебя за это присутствие, за эту печать Духом Святым, за то, что ты ставишь знак с неба на это слово. Я хочу, чтобы ты ставил знак над каждым сердцем и запечатлил каждого Духом Святым и распечатал любовь Божию в каждом сердце. Еще произошло расщепление этой любви. Расщепление этой любви. Сергей, естественно, расщепление это любви. Это будет церковь твоей твоя любовь. Это будет между братьями и сестрами твоя любовь. Пусть смирение и любовь они соединяются в нашей церкви. Чтобы видеть чудеса на каждом служении. Чтобы видеть благословение на каждом служении. Чтобы видеть спасаемых во имя Иисуса на каждом служении. Чтобы мир был спасен во имя Иисуса, чтобы наша родня была спасена. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Я славлю тебя. Понимаешь? Пусть Бог посвятит тебя. Я верю, что мы не останемся прежними. Я верю, что церковь будет преобразована. Я верю, что церковь будет на горе преобразования. И мы не останемся прежними. Во имя Иисуса. Я вижу, что всякий религиозный дух покидает наше сознание. Всякий религиозный дух, который держал наш мозг в плену, наши сердца в плену, разоблачен, сокрушен и изгнан вон. Во имя Иисуса, я славлю тебя, Господь. Я поклоняюсь тебе в этот вечер. Я воздаю тебе всю честь, я воздаю тебе всю хвалу. Во имя Иисуса, возьми каждое сердце, возьми каждый разум, возьми каждый, Господь, к сердцу, каждый разум, свои руки, возьми каждого из нас, плен своей любви, плененную любовью Христа, плененную любовью Христа, плененная церковь любовью Христа, во имя Иисуса Христа. Пусть мир увидит любовь твою по имя Иисуса, по имя Иисуса. Любовь в церкви, любовь через христиан, любовь в магазинах, любовь в автобусах, любовь на работе, любовь на учебе, любовь в больницах, любовь в клиниках, любовь в везде, по имя Иисуса. Я славлю тебя, по имя Иисуса. Я поклоняюсь тебе, по имя Иисуса. Яви эту величайшую любовь по имя Иисуса Ты уже доказал, но излей Духом Святым Эту любовь наши сердца Ты уже доказал к нам свою любовь Ты продолжаешь любить нас безусловной любовью Ты продолжаешь благословлять нас безусловной любовью Ты продолжаешь поднимать в нас безусловную любовью Слава тебе! Отобрази эту любовь в нашей церкви, Отобрази эту любовь в каждом сердце! Отец! Отец! Аллилуйя! Аллилуйя! Поднимай руки, говори, хочу любить, как ты возлюбил меня! Хочу любить, как ты возлюбил этот мир! Я хочу возлюбить этот мир, как ты возлюбил этот мир! Отец! Аллилуйя! 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 Боже, аллилуйя, слава Тебе. Прости меня, прости нас, прости церковь Твою во имя Иисуса За то, что оставили первую любовь. Субтитры создавал DimaTorzok И смей Духом святым свою любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Бог отец! Бог сын! Духом святым! Извлей! 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 Ничего не устоит пред Тобой Предсвятостью Твоей и чистотой Но милость Твоя правила стрекой И рука Твоя всегда за мной Да, никто не устоит перед Тобой Перед Твоей любовью Никто перед Твоей святостью Перед чистотой Твоей Но милость Твоя правила стрекой Превозносится над судом И рука Твоя всегда за мной Под Варюкия и поклонись Побируй Побируй О, Господь И надеждам для нас Бог, помилуй Бог, помилуй Бог, помилуй Бог, помилуй О, Господь И надеждам для нас Ничего не устоит пред Тобой Предсвятостью Твоей и чистотой Но милость Твоя Но милость Твоя правила стрекой И рука Твоя И рука Твоя всегда за мной И рука Твоя Ничего не устоит пред Тобой Предсвятостью Твоей и чистотой Но милость Твоя правила стрекой И рука Твоя И рука Твоя всегда за мной О, Господь Бог, помилуй Бог, помилуй О, Господь Ты надеждам для нас Бог, помилуй, Бог, помилуй, Бог, Господь, принадлежь для нас. Аллилуйя! Аллилуйя! Изведи наши сердца! Дай напас нас! Дай нам разуметь превосходящее разумение Любовь Христа! Аллилуйя! Аллилуйя! Дай нам разумение! Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Облако на этом месте. Ты насколько, Господи, здесь. Настолько густо Твое присутствие. Настолько Ты близок. Я славлю Тебя. Я славлю Тебя, Иисус. Я поклоняюсь Тебе, Бог любви. Я поклоняюсь перед Твоей любовью, Христос. Я благодарен Тебе за Твою любовь ко мне. Я благодарен Тебе, Бог любви. Я благодарен Тебе, Бог любви. Я благодарен Тебе, Бог любви. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Безгранично доверяюсь духу Бога, пусть ведет меня по водам туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Безгранично доверяюсь духу Бога, пусть ведет меня по водам туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Безгранично доверяюсь духу Бога, пусть ведет меня по водам туда, куда призвал Он. Безгранично доверяюсь духу Бога, пусть ведет меня по водам туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Бесконечно доверяюсь Духу Богу, пусть ведет меня по водам туда, куда присвало. Аллилуйя! Господь слава! Мы в твоих руках, в руках Божьей любви. Его любящие руки сейчас обнимают тебя. Его любящие руки направляют тебя. Я славлю тебя, Иисус! Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Иисус! Благослови, Господь, свой народ. Благослови наши семьи, наших детей, наши церкви, наши города и нашу землю. Я славлю тебя, Я воздаю тебе всю честь. За милость твою, за благодать твою. Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Аллилуйя! Аллилуйя! Амен! Благослови, Господь! Амен! АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, это невероятная атмосфера. Так много Христа. И никто не останется прежним. И у нас, друзья, не ждите повторения, напоминания, объявления. Каждую среду все движение нового поколения будет поститься. Это полезно и духовно, и физически. И раз в неделю разгрузка твоего желудка это здоровье физическое тоже обеспечивает. Поэтому несите эту любовь. Несите и смирение, и любовь. Петр был гордый, смирился, и благодать начала работать. И был Иоанн, ученик любви. И они были вместе. И там чудеса. Когда церковь вернется, смирение и любовь, мы видим, как люди встают из коляски, прозревают, уши открываются. Церковь, естественно, чудеса здесь, не отходя от кассы, будут происходить. Аминь. Посмотри кому-то в глаза и скажи, в твоих глазах я вижу любовь Божью, любовь Христа. С миром, Божиим! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ